Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре открыли новый дворец спорта. Его на год раньше запланированного срока построили на месте старого легендарного здания на улице Молдогвардейской. Старый дворец возводили по типовому проекту и уложились за год. Открыли 1 ноября 1966 года. Там тренировались и выступали звезды советского спорта, а также проходили крупнейшие в городе концерты. В ноябре 1967 года во дворце выступил Владимир Высоцкий. Тогда в пятитысячный зал вместилось 7 тысяч зрителей. Старое здание снесли в 2017 году. И вот на его месте появился новый современный ледовый дворец. Репортаж с открытия подготовила Светлана Кудрявцева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый концерт на новой ледовой арене. В Самаре открылся дворец спорта. Грандиозное шоу развернулось как на самом льду, так и на большой сцене, напоминавшей айсберг. На вершине его расположились музыканты и вокалисты, а у основания танцоры и спортсмены. От зарождения Олимпийских игр в Древней Греции до побед в космосе. От появления Самарской крепости до успехов на Играх Мундиале. Перед глазами зрителей прошли самые яркие моменты, связанные с историей спорта и Самарского региона, который в этом году отмечает 170 лет со дня основания. Самарский край, ты сердце всей России, моя душа с тобою молода. Самарский край, на свете нет красивей. Самарский край, мы вместе навсегда. Жители и гостей Самарской области с открытием нового дворца спорта поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Я от души поздравляю вас. Меня переполняют сегодня эмоции, как, думаю, большинство присутствующих сегодня на церемонии открытия дворца спорта. Что ж, мы увидимся здесь еще не раз, я в этом уверен. И поболеем, и порадуемся. Наверное, и погрустим. Спорт не бывает без побед и поражений. Но совершенно точно этот зал будет объединять, а не разделять, будет объединять людей, которые любят спорт, приверженцы здорового образа жизни, которые активны и энергичны. И именно таких людей большинство в Самарской области. Главная ледовая арена вмещает 5000 зрителей. Заморозка льда имеет шесть режимов, отдельный для официальных хоккейных игр, для тренировок и для занятий фигуристов. А при необходимости арена легко трансформируется в площадку для проведения масштабных концертов. В новом здании появилась одна из лучших в России и пока единственная в регионе сертифицированная профессиональная площадка для керлинга из четырех дорожек. Кроме того, в здании оборудованы универсальные хореографические залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий. Архитекторы сохранили преемственность старого и нового спорткомплексов. Так, на фасадах разместили панно, где изображены хоккеисты и фигуристы. Установили памятную табличку о первом в областной столице концерте Владимира Высоцкого с многотысячной аудиторией. Надеюсь на то, что он будет полон детских голосов, новых достижений, новых результатов и будет наполняться новой историей. У меня такое состояние, что мы должны жить начать сначала, с нуля. И вот все, что создано, еще раз попробовать набраться энергии, опыта, сил для того, чтобы и здесь сохранить те традиции, которые были безумно великими на том катке. И самое главное, что сюда готовы приехать сегодня фигуристы самого высокого, будем говорить, уровня. На церемонии открытия Дворца спорта выступили творческие коллективы и спортсмены Самарской области. Отдельного внимания были удостоены победители и призеры олимпийских и параолимпийских игр разных лет. Заслуженные тренеры, воспитавшие не одно поколение спортсменов. Нам жить, этот воздух степной, пить и по звездным морям плыть и счастливыми быть. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Со дня рождения Петра Владимировича Алабина, городского главы Самары, почетного гражданина города, исполнилось 197 лет. В память о выдающемся общественном и культурном деятеле, глава Самары Елена Лапушкина, представители науки, культуры и почетные граждане города возложили цветы к памятнику Алабину. Эта традиция родилась в 2019 году. Именно тогда памятник Петру Алабину установили на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. В те времена, когда Алабин был главой Самары, он принял множество решений. Способствующих экономическому и социальному развитию города. Построил несколько заводов, городской водопровод, здания драмтеатра и набережную. Кроме того, обосновал экономическую эффективность строительства Сибирской железной дороги Самаро-Уфимского направления. Он очень много сделал для Самары. И Самара, хотя формально являлась городом, но до того, как здесь появился Петр Владимирович, здесь не было таких важнейших институций, как, например, библиотека публичная, как музей. Они все появились его стараниями здесь. В Самаре с сегодняшнего дня начинается топительный сезон. Практически на месяц раньше, чем в предыдущие годы. Такое распоряжение дал губернатор Дмитрий Азаров. Необходимое постановление уже подписала глава Самары Елена Лапушкина. А заместитель главы города Владимир Василенко на заседании в Департаменте городского хозяйства и экологии поручил ресурсоснабжающим организациям провести включение теплосетей с последующим обеспечением гидравлических и температурных режимов. Постепенно, в течение четырех дней, тепло будут подавать в объекты социальной сферы. А уже 21 сентября топительный сезон стартует и в жилых домах самарцев. Поставлена задача, в первую очередь, это больницы, где люди с круглосуточным пребыванием. Это дома ребенка, это дома престарелых, это пансионаты в данной ситуации. Потом по последовательности, это детские сады, там тоже, где детишки маленькие. И уже будем говорить, следующий этап, это школы и учебные заведения по пуску тепла. И с 21 мы начинаем запуск в жилых домах. До выборов в Государственную и Губернскую думы остался один день. Уже завтра будет дан старт голосования. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями общественного штаба независимого наблюдения за выборами. На заседании обсудили ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса. Мэри Илчан знает подробности. Особое внимание на предстоящих выборах уделят обеспечению безопасности избирателей на УИКах. В 63 регионе будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. Везде проверяется доступность запасных выходов и то, как размещены планы эвакуации. Важно, чтобы они были на видных местах. В части соблюдения санитарно-эпидемиологических правил – 100% готовность участков. Об итогах мониторинга рассказал член общественного штаба Лев Долонько. Мы посмотрели очень внимательно размещение камер наблюдения, чтобы не было никаких неискусственных препятствий, не возможности даже спекулировать на этом. Самое большое количество, которое говорит о повышении доверия – это видеонаблюдение. И это видеонаблюдение чем более масштабное. Вот понимаете, ведь здесь в данном случае-то, наверное, еще имеет значение тот фактор, что, может быть, сам человек и не пойдет на это видеонаблюдение, и не будет его делать, но он должен иметь возможность того, чтобы в любой момент проконтролировать подобным образом избирательный процесс. В здании правительства Самарской области прошла встреча губернатора Дмитрия Азарова с представителями общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Глава региона отметил значимость и важность проводимой работы в рамках работы штаба. Хочу отдельно отметить, что желание у людей большое, и большое количество людей откликнулись. И вас поблагодарить за проведенную вот эту работу. Неформальное отношение к этому процессу, конечно, уже сыграло большую роль и создало значительный задел для того, чтобы выборы на территории региона прошли в соответствии с духом и буквами закона. О том, как выстраивалась совместная работа, рассказала председатель штаба Галина Николаева. В своем докладе она подробнее остановилась на роли наблюдателей во время голосования. Их в Самарской области подготовили более пяти тысяч. Для дополнительной помощи в дни выборов для них подготовили специальную брошюру, в которой описаны все их права и обязанности. На 17, 18 и 19 сентября сформирован сводный план работы общественного штаба. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Мэри Елчан, Григорий Плешаков. События. Минимизировать нарушения, сделать избирательный процесс максимально прозрачным и организовать условия для всех избирателей. 17, 18 и 19 сентября пройдут выборы депутатов Губернской думы. На различных площадках будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. Помимо этого у жителей будет возможность отдать свой голос за понравившегося кандидата на дому. Как будет организовано голосование СПА-адресным выездом, расскажет наш корреспондент. В свои 85 Валентина Ланская бодра духом и телом. Заслуженный врач России уже на пенсии, но продолжает консультировать молодых врачей больницы Новокуйбышевска, в которой проработала акушером-гинекологом половину жизни. Однако сейчас, во время пандемии коронавируса, есть ограничения, против которых Валентина Константиновна пойти не может. Коснулись они не только работы, но и исполнения гражданского долга. Голосовать на выборах Валентина Константиновна с мужем будут на дому. Чем меньше люди пожилого возраста, больные люди, не будут контактировать с другими людьми, тем меньше они заболеют. А я знаю, что пожилые люди, они очень тяжело переносят коронавирус. Поэтому мы с удовольствием согласились, чтобы проголосовать дома. Важен каждый голос и легитимность. Именно поэтому в Самарской области создаются все условия и выработана практика надомного голосования под общественным контролем. Жители, которые не могут прийти на избирательный участок, имеют возможность заказать урну для голосования на дом. Но для этого должна быть уважительная причина. Например, плохое состояние здоровья, инвалидность, либо преклонный возраст избирателя. По действующим правилам, надомное голосование предполагает участие в этом процессе представителей избирательной комиссии в составе не менее двух человек и общественных наблюдателей. Они получат соответствующие удостоверения и будут сопровождать те группы, которые будут посещать наших избирательных на дому для голосования именно на дому. То есть будет обеспечена прозрачность этого процесса, контроль за ходом голосования. В рамках подготовки к выборам состоялось более 70 семинаров, где прошли обучение свыше 5000 потенциальных наблюдателей, которые будут обеспечивать легитимность избирательного процесса. Виктория Шарая, Михаил Ермоленко, Мэри Елчан, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России за использование криптовалюты может быть введена уголовная ответственность. Почему пошли на столь жесткие меры? В Центробанке считают, что это очередная финансовая пирамида, которая в любой момент может рухнуть. Расскажу об этом подробнее прямо сейчас. Банк России расширит запрет на использование криптовалюты. Регулятор ведет обсуждение поправок, которые более четко ограничат использование цифровых активов на территории страны и введут уголовную и административную ответственность за нарушение закона. Об этом рассказал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Также он заявил, что регулятор начинает работать с банками, чтобы они тормозили платежи в адрес криптобирж. Как пояснил заместитель председателя, есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида, все может в любой момент развалиться. С точки зрения финансового регулятора, рынок криптовалют – это большое минное поле. Напомню, 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах. Он дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в стране для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама платежей цифровыми деньгами. Курс доллара на 17 сентября – 72 рубля 43 копейки, евро – 85 рублей 36 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 75 долларов 42 цента за баррель. Российские банки в августе выдали рекордное количество – почти 2 миллиона кредитов. Это почти на 8% больше, чем в июле текущего года и на 28% больше августа прошлого года. По мнению экспертов, жители страны традиционно берут больше кредитов именно в августе. Повышенное внимание к кредитам связано с периодом отпусков, а также с другими сезонными факторами, вроде подготовки к началу учебного года. Но в этом году россияне берут рекордное число кредитов уже третий месяц подряд. Чаще всего заемы оформляют в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и в Москве. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Одним обновленным двором в Октябрьском районе Самары стало больше. Жители всех ближайших домов приняли участие в двух программах по благоустройству и получили обновленное пространство. О том, как прошел праздник двора, расскажут наши корреспонденты. Во дворе на улице Мичурина никогда еще не было так красиво, восхищаются жители. Новые детские площадки, обновленные внутриквартальные дороги, тротуары и дополнительные парковочные места. Все это сделано в рамках программы формирования комфортной городской среды и конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора». Владимир Ромашкин с дочерью Натальей завершение работ ждали с нетерпением. Очень хорошая площадка, интересно. Долго ждали мы с ней, с дочерью. Она приходила, несколько раз проверяла, как. Все, я ходил, там еще не досохло. Так что вот таким вот образом. Детская площадка располагалась на возвышении. Во время дождя вода вместе с землей устремлялась прямо к подъездам. Парковочных мест не было вовсе. Автовладельцы парковались на газонах. Внутриквартальные дороги были узкими и машины с трудом разъезжались. Инициативная группа жителей ближайших домов, заручившись поддержкой соседей, разработала проект нового двора и подала документы на реализацию. Администрация рассмотрела заявку и началось благоустройство территории. Здесь есть площадка для детей младшего возраста. Здесь есть отдельная зона для песочницы. Здесь вы видите еще одну зону, где здесь уже детки постарше. Там есть спортивные тренажеры. Вы видите, что дети там уже занимаются. Здесь сделана специальная дорожка для того, чтобы мамы могли с колясками прогуливаться вдоль площадки и присматривать за детьми. На достигнутом жильцы останавливаться не собираются. Инициативная группа сейчас разрабатывает проекты и собирает документацию для участия в других программах по благоустройству. В ближайшее время здесь планируют посадить виноград и большую ель между детскими площадками, чтобы всем двором отмечать новогодние праздники. Напомним, в этом году по программе формирование комфортной городской среды в районе также преобразились дворовые территории на Осипенко 14 и Гагарина 60. Сергей Кизоркин, Никита Колосов, Василий Колдашов. События. Диалог на равных. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пришел в гости к студентам политеха и ответил на их вопросы. Больше всего студенты интересовались преображением города и реставрацией памятников архитектуры, к которым парламентарий имеет прямое отношение как руководитель проекта «Историческая память». Обсудили в том числе и судьбу знаменитой дачи со слонами. Подробнее расскажет Мария Левина. Политех, чью самостоятельность помог отстоять депутат Госдумы Александр Хинштейн, сегодня принимал в гости своего защитника. В парламентарии встретился со студентами, встреча прошла в формате диалога. Интересовали молодежь разные темы, многие из которых выходили за рамки учебы в ВУЗе. Благодаря вам у нас появилась дача Головкина или дом со слонами. Скажите, пожалуйста, когда планируется открытие этого объекта и в судьбах каких памятников культурного наследия вы планируете еще принять участие. Александр Хинштейн напомнил студентам историю памятника архитектуры и рассказал о том, как получилось его спасти. Для этого здание было передано из муниципальной в федеральную собственность, а затем поступило на баланс Самарского технического университета. На даче Головкина наконец-то приступили к ремонтным работам. Последние несколько лет здание стояло закрытым и вершало, потому что любое здание, а тем более которому уже более ста лет, нуждается в жизни и в постоянном поддержании там соответствующего уровня. Мы закрепили его за политехом и после того, как завершатся реставрационные работы, там откроется школа молодых архитекторов. Студентов также интересовало, какие еще здания в Самаре преобразятся. Парламентарий не стал раскрывать всех секретов, но рассказал о том, что спустя годы удалось добиться реконструкции дома Мыштакова, что на Самарской 207. Это памятник деревянного зодчества. Сейчас фасад здания прикрыт тканевым полотном, но вскоре будет восстановлен. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Пешеходный и автомобильный рай на 116 километре. После реконструкции там открылся Пугачевский тракт, дорога, которая проходит через весь район. В поселке в разы увеличилось количество светофоров, как на перекрестках, так и на пешеходных переходах. Изначальный проект изменили, с учетом пожеланий жителей. Обновленную дорогу оценила наша съемочная группа. Пешеходный и автомобильный рай на 116 километре. Именно так местные жители теперь называют новую дорогу Пугачевский тракт, пронизывающий микрорайон. Машины теперь движутся без пробок, люди в полной безопасности переходят дорогу. Все пешеходные переходы регулируются светофорами. Это, конечно, безусловно хорошо, потому что, когда нерегулируемый уровень безопасности, сами понимаете, так себе. А со светофором все-таки как-никак, но безопасность. Автолюбители, проживающие в микрорайоне, тоже довольны не только новой безопасной дорогой с ограждениями, но и обновленной системой светофоров. Например, на перекрестке улиц Пугачевский тракт, Калининградская и Егорова пробок больше нет. Со светофором лучше. Когда его не было, извините, тут вообще кто куда хочет, тот туда едет. По крайней мере, разъезжаться здесь на светофоре стало гораздо проще. Глобальные изменения в поселке Кряж и на 116-м километре начались со вторым этапом строительства мостового перехода Самарский, Фрунзенского моста. Изначально проектом настолько удобный и оснащенный перекресток с улицы Егорова не предусматривался. Однако при распределении транспортных потоков возникли некоторые неудобства с передвижением как для пешеходов, так и для автомобилистов. Поэтому решили улучшить транспортное обслуживание населения. Вопрос досконально проработали, внесли изменения в проект. Теперь в районе появилась современная и безопасная дорога. Напряженность в районе снята, транспортным народ обеспечен, схема удобная, люди могут добраться до любого нужного пункта назначения. Ранее с Пугачевского тракта на улице Калининградской левый поворот не осуществлялся. Сейчас он будет осуществляться, автобусы будут по Калининградской уходить туда в центр района. Здесь поворачивает и городской пассажирский транспорт, и межмуниципальные автобусы. Поворот налево стал возможным благодаря дополнительной секции светофора. Увеличенное время горения зеленого сигнала до 16 секунд. Эксперты отмечают, этого времени достаточно, чтобы транспорт не создавал пробок на этом участке Пугачевского тракта. Чтобы водители общественного транспорта следовали строго по обновленному маршруту, с ними провели инструктаж, а на рейсы направляют контролеров. Они следят за схемой движения. Кроме этого, все рейсовые автобусы оснащены ГЛОНАС-навигацией. Это также позволяет непрерывно вести контроль. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Сразу три награды вручили сегодня телеканалу «Самара ГИС» за лучшие публикации и авторскую передачу. В Самаре подвели итоги конкурса «Добрые новости» и конкурса юных журналистов «Юнкор». В этом году их провели по 27 направлениям в 14 номинациях. Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, поддержка людей с ограниченными возможностями, развитие волонтерского движения и другим. На церемонии награждения побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже наших корреспондентов. 359 работ и всего 60 победителей. У телеканала «Самара ГИС» призовые места сразу в нескольких номинациях. Текст «Инструкция «Нам нужна твоя одежда» занял первое место как лучшая публикация в интернет-СМИ. Авторы материала предложили читателям сдавать свою одежду в городские пункты приема в экологических или благотворительных целях. Я благодарна нашему коллективу, потому что без них бы этой победы просто не было. Спасибо большое девочкам, с которым мы писали это в соавторстве. Галик Стогрызов и Кате Маршалев. Но без них ничего бы реально не было, ничего не состоялось. Почетное призовое место в номинации «Лучший сюжет в электронах СМИ» у редактора телеканала «Самара ГИС» Ольги Павловой. Репортаж был сделан в защиту домашних животных в период новогодних праздников. По статистике, более трех тысяч питомцев пропадают в России в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков. Огромное спасибо членам жюри за высокую оценку нашего труда. Почему я говорю «нашего»? Потому что труд этот коллективный. Ну и, конечно же, благодарность телеканалу «Самара ГИС», на платформе которого у нас есть возможность сделать такие замечательные, достойные, качественные проекты. Еще одно призовое место досталось ведущему телеканала «Самара ГИС» Виталию Рылееву. Программа «Оброшенных животных» «Очу домой» появилась на телеканале сравнительно недавно, но уже завоевала сердца горожан. Автор программы совместно с сотрудниками приютов для животных ежедневно пристраивает в добрые руки собак и кошек, которые остались без хозяина. Награждали в этот день не только действующих сотрудников СМИ. 26 победителей определили в рамках конкурса «Юнкор». Среди них Арина Бахарева. Она представила на суджюри видеоролик о жизни незрячих людей и неоценимой роли собак-поводырей в плане социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Придумали мы с моей командой ТВ-творчество. Было очень весело. Снимали, конечно, на морозе, что было очень неудобно, но все же мы справились с этой задачей. Телеканал «Самара ГИС» рассказывает обо всем, что происходит в городе. Эксклюзивные фото, видеорепортажи и авторские программы. Ежедневно в эфире первого городского телеканала все главные новости Самары. Ежемесячно наши публикации читают более 86 тысяч человек. Андрей Горгуленко, Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok